А сейчас время новостей экономики и представит их моя коллега Марина Сафрунова. Здравствуй, Марина. Здравствуй. О чем ты нам сегодня расскажешь? Сегодняшний выпуск посвящен теме автомобилей. Расскажем о том, когда станет проще решать проблемы с ОСАГО, сколько в регионе стоит каска и почему жители области стали меньше ездить на автобусах. Белгородцы стали реже жаловаться в Банк России на страховщиков. Вместе с тем, ОСАГО по-прежнему самая популярная тема. 44% всех обращений в Белгородское отделение Центробанка связаны с вопросами автогражданки и действиями автоюристов. Однако в будущем решать вопросы с ОСАГО станет легче. Осенью в России появится финансовый омбудсмен, который поможет регулировать споры в досудебном порядке. Ввиду наличия очень сложной ситуации и огромным количеством убытков непосредственно у страховщиков, ввиду действия на рынке так называемых автоюристов и финансовых мошенников, предусмотрен вот этот посредник для того, чтобы уже в суд выходить по каким-то конкретным сложным делам, а урегулировать это все в досудебном порядке, чтобы не возрастали расходы на судебные издержки. Марин, то есть если я хочу получить максимальное страховое возмещение, я могу обращаться не к автоюристам, а напрямую к финансовому омбудсмену, да? Для начала все равно нужно обратиться в свою страховую компанию. Если уже там не получится прийти к согласию по поводу суммы выплаты, тогда нужно привлекать финном омбудсмена. Для граждан его услуги будут бесплатны. Я рекомендую всем непосредственно за возмещением убытков, тем более сейчас приоритет возмещения убытков в натуральной форме, обращаться непосредственно в страховую компанию. Если же этот спор, вернее, если же есть проблема в выплате возмещения или в натуральном возмещении у страховой компании со страхователем, тогда только надо непосредственно вот этот системный вот этот спор, предмет этого спора отдавать на рассмотрение финнобудсмену. Это вторая часть досудебный порядок. Если же здесь не удалось регулировать ситуацию, только тогда идет на рассмотрение с уже резолюцией Финобудсмена в суд. Кстати, сами автоюристы тоже смогут обращаться к Финобудсмену, но уже за деньги. Продолжим тему о страховании. Аналитики страховой компании «Эрго» проанализировали стоимость КАСКО в 85 регионах страны и рассчитали коэффициент доступности этого вида страхования с учетом средних по региону зарплат. В Белгородской области КАСКО оказалось доступнее, чем в целом по стране. Одну и две десятых зарплаты придется отдать белгородцам за такую страховку, в то время как остальные россияне должны заплатить больше – одну и три десятых зарплаты. Средняя стоимость полиса КАСКО в России составила 54 381 рубль при средней заработной плате 40 608 рублей. В Белгородской области 43 227 рублей при средней зарплате в 35 тысяч рублей. И как они это посчитали? Для расчета была выбрана самая продаваемая модель автомобиля по данным агентства «Автостат» – новая «Киарио», а сам расчет произведен на общедоступном калькуляторе сайта «Банки.ру». Среднюю зарплату взяли из отчета Росстата за январь-март. Самым дорогим стал Псков. Там для покупки КАСКО нужно выложить более семи зарплат. В Севастополе – почти пять зарплат. В Кировской области – четыре с половиной зарплаты. Всего в красную зону с наименьшей доступностью КАСКО попали 14 регионов. В зеленой зоне, где КАСКО стоит меньше одной средней зарплаты – 16 субъектов федерации. Самая доступная цена на КАСКО в Саратове, Екатеринбурге, Казани, Тюмени, Москве и Санкт-Петербурге. Марина, а почему такой большой разброс? Как показало исследование, самая наибольшая стоимость страховки – в небольших городах, где, как правило, цены диктуют 1-2 лидера рынка. И, напротив, в крупных городах, где рынок страхования более развит и конкуренция выше, цена полиса будет ниже при высоких доходах жителей. И еще одна автомобильная новость. Белгородские статистики уже который год подряд фиксируют падение объема перевозок пассажиров автобусами. Так, в первом полугодии пассажирооборот упал более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И с чем связана такая ситуация? Белгородцы все меньше пользуются общественным транспортом, пересаживаясь на личные автомобили. Наша область вот уже несколько лет подряд входит в топ-30 регионов России по объемам продаж легковых авто. Так, по данным ГИБДД, в первом полугодии текущего года на учет в Белгородской области было поставлено более 12 тысяч купленных машин, что на 15% превышает уровень января-июня 2017 года. Ну, теперь понятно, почему в Белгороде такие пробки. Естественно, рост числа автомобилей не может не сказаться на заторах. Кстати, по итогам ежегодного исследования международной компании «Инрикс», которая специализируется на дорожной аналитике, Белгород в прошлом году занял 84-е место по загруженности дорог в стране. Ежегодно горожане проводят в пробках 24 часа. Примечательно, что второй по величине город-региона, Старый Оскол, опередил областной центр в этом списке, заняв 71-е место. Здесь жители теряют в заторах 27 часов каждый год. Это были все новости на сегодня. Ходите пешком или пересаживайтесь на велосипед и сохраняйте не только здоровье, но и целый день в году. В студии работала Марина Сафронова. Спасибо, Марина. Ну, а мы продолжаем выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин